Полтора триллиона юаней потребуется для перестройки экономики северо-восточного Китая в соответствии с запросами нынешнего развития мировой экономики. Такую сумму планирует выделить региону Государственный комитет по делам развития и реформ. Провинциям, которые были сориентированы на развитие тяжелой промышленности, будет предложено более 100 проектов. Один из самых перспективных – создание единого маршрута по морю и железной дороге по отправке товаров за рубеж. В трехлетнем плане по оживлению традиционной промышленной базы северо-восточных провинций Китая предусмотрено 127 крупных проектов. Они касаются инфраструктуры, строительства, энергетики, водоснабжения, сельского хозяйства и промышленности. Но главное – это логистика. Раньше именно неудобная транспортировка мешала развитию этого региона. Наша задача – перевозить сталь и уголь, но в последние годы объем перевозок снизился из-за недостаточного развития транспортной инфраструктуры. Помочь компаниям и всему региону должна, по мнению экспертов, хорошая логистика. В северо-восточных провинциях есть все для этого. Груз можно доставлять по морю и по железной дороге. Через северо-восток Китая можно перевозить грузы из южных провинций страны, а также республики Корея и Японии, дальше на запад в Европу. Перевозка по морю занимает около 50 дней, а с помощью нового пути чуть больше недели. И кроме того, расходы снижаются на 30%. Согласно договору между компанией РЖД и группой предприятия «Порта Инкоу», в Московской области создается российско-китайский логистический центр. Китайско-российский парк, который будет работать на совместной операционной платформе, будет организован и в провинцию Леонин. Такое объединение усилий двух стран сократит время и затраты на транспортировку грузов. Мы очень рады, что логистика на северо-востоке Китая постепенно улучшается. Поэтому мы инвестировали много средств научные исследования в стране. А раньше мы планировали использовать эти деньги на строительстве заводов за рубежом. Конечная цель этого проекта – создание сети терминалов и логистических центров, которые решат все вопросы перевозки грузов. Согласно стратегии развития порта Инкоу, в ближайшие 5-10 лет часть грузов будут переправлены с океанского маршрута на сухопутной по железной дороге.